МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эферы программа «Навин региону» с тудой Кристина Кранкевич. Добрый день у гэтым выпуску глядите. Кожные десятые рубель на свое утрымание зарабляют сами. Чим живе Салтановский дом-интернат у нашим выпуску. Саправдная падея у футбольным житти региона. Подробя з ней далее выпуску. Пухнатая с характером. Коля 200 кошек з разных краин споборничали у Могилёве о элегантности и интеллекте. Кожные десятые рубель на свое утрымание зарабляют сами. Лавки, мангалы, каваные подставки для вазонов и навод мыла. Рыхтуют для продажу на кермаши областного свята агрария у Дажинки у Кличеве жильцы Салтановского дома-интерната. Один из методов социальной реабилитации инвалидов – праца у майстернях, дозволяя зараблять додатковые сродки для потреб установы. ГТРЧ для загородного дома – заказ насельництва, зробленный они руками жильцов Салтановского дома-интерната, что под Могилёвым. Одны займаются столярной справой, другие – под керовництвом инструкторов, готовят мыло. Третья – у суседнем помешкании, его старанно упаковывают. Продукцию повязывают на кермаш. Работаем столярными работами и под заготовки досок. На территории у нас красота была хорошая. Проживающие у нас занимаются этим. Учимся шкатулочки делать на выставке. Гнем металл, делаем лавочки. Им прописана трудотерапия 4 часа в день. По возможности, они у нас очень талантливые. Они у нас стремятся даже к этой трудотерапии. Но кто-то больше занимается. Все занимаются по своей возможности, по своим заболеваниям. Ну, как-то так. Ну, стараются все заниматься. Праца, по словам специалистов, это не только частка терапии жильцов-интерната. Практично все, что вырабляют у майстернях – столярной, мыловаренья, швейной – им кнутся продать. И вырабы гэты корыстаются попытом. Тем больше, что реализуют их по себе кошти. Мы их продаем, участвуя в ярмарках, в различных праздниках районных, областных. Эти деньги, которые мы зарабатываем, мы пускаем как на укрепление материально-технической базы, как на оснащение наших мастерских, на приобретение расходных изделий, так и на стимулирование заработной платы тех работников, которые работают вместе с нашими проживающими. Наши изделия, они не уступают по качеству тем фабричным, скажем так, при этом соотношение цена-качество у нас гораздо более привлекательное и приемлемое, чем в торговых объектах. У дома-интерната есть своя господарка, некольких гектаров земли, так что сельгаз-продукция уласная. У администрации Салтановского дома-интерната удокладнили, каждый десятый рубель они зарабили сами. Татьяна Сергеичек, Александр Артемьев, Новины региона. Подлеток загинул у ДТЗ у Краснопольском районе. Еще двое дорослых отрымали тяжкие травмы. Их автомобиль съехал кветы и урезался у древа. Отбылось это недалеко от везки Ясенка. Сгодно, по передней информации, Держаутоинспекции водитель легковушки не справился с кированием. Удар был мощный. Двух мужчин с травмами разной ступени тяжкости забрали у больницу. Яны у реанимации. Подлеток у авары загинул на месяце. Обставины ДТЗ высветляют следчая. У Бабруйску на Березине потану мясцовый жыхар. Мужчина отпочывался брами на березе речки, а потом пошел купаться. Як рассказали воротовальникам знакомых этого мужчины, плавать он не умел. Да и место, где купался мужчина, было не пристосовано для водного отпочинку. Трагеды и пазбегнуть не отрымалась. Подтанулому было 29 годов. Две трагеды и одна причина. Неосторожность при курении провела до пожара у Славгорода и Могилевском районе у садовом товарыстве «Новая Нива», что под Могилевым горел дачный дом. У огни загинул его господар пенсионер 1955 года народжения. А у Славгорода на улице Пионерской на пожары у своем доме загинул жыхар райцентру так само 1955 года народжения. И до инших тем. Могилевских бизнесменов и тех, кто распрацовывая проект стартапу, вучили як вести по спяховый бизнес и развить свои предпринимательские сдольности. Майстер-класс с индивидуальными консультациями провели для тех, у кого есть еще только идея проекту. И для тех, кто им кнец развивать уже яснуючий бизнес. Эксперты поделились обопытом с усими тикаунами и рассказали, как развивать интернет-проекты и позбегнуть проблем с бизнесом, ясченно-початковой стадии. У меня есть проект, меня интересовало, что компетентные люди по поводу моего проекта скажут. Может, есть какие-то недоработки, что-то поменять, что исправить на этапе стартапа, чтобы это все получилось, чтобы это все сделать на ранней стадии и довести это уже до ума. Здесь больше стартаперы. Они живут в каком-то своем иллюзорном мире в розовых очках. И когда появилась идея, ребята сразу приступают к ее реализации, не анализируя, тем самым подвергая угрозе свой проект и обрекая его на неудачу. Поэтому я всего лишь поделился своим опытом те ошибки, которые мы допустили при реализации различных проектов. Даже если хотя бы один человек воспользуется 1% того, что мы сегодня наносили, это уже большое счастье. Это приятно. Три медали из международных стартов. Спортсмены Могилевской в области удала выступили на европейских турнирах. Так, у итальянским Грассета, где завершился юнацкий чемпионат по легкой атлеты, цыба Бруйчанка Татьяна Шабанова стала владельницей сребного медаля в Безе с пирожкодами на 3000 метров. Узгадаем, меньше чем праздватые дни в Лондоне почнется галлонный старт сезона чемпионат света. И керауниства национальной сборной разглядаем окчимость дать шанс медалистам юниорского чемпионата выступит сярод мацнейших атлетов планеты. Рыхтуются до планетарного форму и белорусские дзюдаисты. Их чемпионат света пройдя на приконце жнивня у Будапеште. А по кулю Минске отбывся европейский кубок. Наша команда завоевала 6 медалев, 20 яких на рахунку Могилюшан. Так на вышедшую ступень пьеды сталу узнялся Ягор Варапаю. И он перемог у финальным поединку атлета з Израиля. А крых ураней бронзовым призером кубку стал Дзмитрий Минькоу. Могилевский Днепр. Перемог Минская Динамо. Футбольная падия отбылась подчас кубковой встречи. Лёс звёл гэтая команды на стады 1-8 финалу. До гэтуля, а история супредстояння тягнется больше за 400 годзя. Могилюшані ніколі не перемогали. Кубковый матч отбылся у неделю на столичном стадионе трактор. Минчані, які зараз выступают у Лизии Европы, не стали переносить гульну с Днепром. І далі адпачына к игрокам аснованага складу. Супраць нашай команды выішлі амаль адны резервісты. Могилючані над ворот гулялі мацнейшымі футболістамі. Серотых былі і новічкі. Адзін з іх, Александр Джигера, стаў гєроем сустрэшы. Пачас адной затах, ён трапіў мячом у перакладіну ворот, апраз некалькі хвілін замкнуў перадачу Яугена Барсукова. Забіты гол стаў адзіным у паядзінку і пранес міжнародна выстава кошек «Васільковае лето» собрал ў Могилёве амаль 200 удельників з розных країн. Кошечі спобурничали ў прагожості, елегантності і кошачьим інтелекте. Як выбирали золотую кошку Могилёва, расскажа Ганна Лапо. У свете налишвеце до 70 пород кошек. І кожны суладальніка ўпыгнені. Кожнае уникальна і со своим характером. Есть, хто одного корніша покупає, потом второго. Як говориться, любовь на всю життя. Лучше одного корніша, только два корніша. На міжнародну выставу кошек «Васільковае лето» у Могилёв приехали удельники з прибалтыки Беларусі і Росії. Многі кошки охвотно знайомяться с наведвальниками. Они очень хороші, і що вони ласкові. Тут можна було побачить екзотична порода, яких у Могилёве яшчыняма. Наприклад, такая порода, як бамбей, з'явилась і у СНГ тільки у 2006-м годі. Вывіли гэтую породу у ЗША. «Вот захотели они, щоб була такая домашня мини-пантера. Вот одни її і булили». «По характеру она не пантера». «Нет, по характеру она не пантера. Внешне она і кажеться пантерою, але ви ж видите, якась она игрива, якась она дружелюбна». А у конкурсі «Золотая кошка Могилёва» перамох кот Пабло абісінській породи. Для сяброу просто паулуша. «Ему горь. Он очень ласковый, очень общительный кот. А почему такую породу выбрали? А вы знаете, она считается кот-собака. Они очень общительные, ласковые, очень подвижные». Выстава кошек «Васильковое лето» у Могилёве пройшла в десятый раз. И Могилёв, символом якого можно смело назвать льва, уже може претендовать на звание кашечой столицы Беларуси. Ганна Лапо, Александр Тарасов, новины региона. Усе новины в області на нашем сайте tvrmogilow.baino. Я з вами развітываюся. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»